Парад Победы начинается с трибуны. Их готовят специально для ветеранов войн, детей войны и их близких. Гостям помогают волонтеры патриотических движений. Струй военных ожидает начало задолго до. За ограждением толпятся люди, которые тоже неравнодушны к празднику. Начинает знаменная группа. На площади государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. В торжественном марше каждый взвод представляет военное подразделение Барнаульского гарнизона. Здесь же взвод сотрудников МЧС, ежедневно подвергающих себя опасности, а также курсанты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, кадетских школ, представители движения юной армии, студенты Барнаульского юридического института, сотрудники МВД. Вслед за ними проехала колонна военной техники. На площади появляются легендарные легковые автомобили Второй мировой. ГАЗ-67. Колонну возглавляет автомобиль, на котором следует ветеран Великой Отечественной войны. Почетный работник автомобильного транспорта Виктор Алексеевич Огонь. Например, такой живой интерес у детей вызвала пожарная машина. Также награды за успехи в обучении получили учащиеся военных и патриотических организаций из рук губернатора края. Миллионы советских людей, миллионы героев стояли на смерть, жертвовали собой во имя Родины, во имя будущих поколений, во имя жизни на земле. Официальная часть праздника сменилась концертной программой. Публика постепенно переместилась на площадь Сахарова. Для этого дороги перекрыли. Чтобы на День Победы не ограничивать людей плотным графиком, на всех праздничных площадках разместились торговые палатки со сладкой ватой, воздушными шариками, множеством игрушек и угощений и, конечно, с георгиевскими лентами. Такие украшения уже привычный символ солидарности со всеми, кто понимает всю тяжесть пережитой войны и великого подвига. Левченко Ефим Васильевич, гвардии прейтер, артериорист, сражался в 1939 году, был признан по 18 лет на обычную службу. И в 1941-м уже должен был мобилизоваться. Началась война и до 1945 года воевал. То есть получилось 7 лет. Прошел до Праги, освобождал Прагу, дважды герой, орденоносец. Моего папы отец, я как бы его не видел живым. Он рано ушел. Я не могу сказать, что... Как бы уже со слов отца я могу это сказать, что да, он воевал, что он был партизаном, что в японской войне он участвовал. Вот это я могу сказать. Ну, конечно, он проявил себя как настоящий защитник отечества. Героев войны сегодня почти не осталось в живых. Время уносит воспоминания о пережитых нашим народом испытаниях. Но пока есть те, кто помнит, какой ценой приходилось отстаивать право на свободную жизнь, и сама жизнь будет свести и процветать. Спасибо за них, спасибо за жизнь, спасибо. Праздничные мероприятия прошли сегодня и на всех районных площадках города. А в центре ключевой стала выставка ретроавтомобилей. В целом же, причастными к столь важному для страны и мира событию стали тысячи жителей и гостей столицы края. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.